На свете мало недостижимых вещей, будь у нас больше настойчивости, мы могли бы отыскать путь почти к любой цели. Непотерянный рай Еще осенью до снега и холодов из села деревень начинается отход мужиков в тайгу. Весь быт местных жителей пропитан охотой. Здесь это не развлечение, образ жизни. Тайга для деревни была и осталась главным источником дохода, а зимовье – вторым домом. Чтобы выжить в тайге зимой, нужно убежище от мороза и снега. Зимовье – это приют для таежного охотника на три долгих зимних месяца. Ведь основная охота проходит зимой, и без домика в тайге на промысле делать нечего. Главное – простота и надежность. Крыша над головой, четыре бревенчатых стены, нары, стол у окна и печка – дают охотнику ощущение домашнего уюта. Устройство в охотничьих избушек практически одинаково. Оно выработано поколениями охотников. В таких зимовьях жили наши деды и прадеды. Избушечка небольшая, уютная. Ручей рядом, лес рядом. Она построена, здесь ни одного дерева не свалено. Зимовье стараются ставить в укромном месте, чтобы постороннему глазу не было видно. Но незваных гостей все равно не избежать. Бывает, да, шкодничать, да. То продукты уносят даже с собой. И соль даже отсыпали, унесли. Не то, что я говорю, а сахар там и всякое макаронное изделие. Ну, обычно охотники приходят таки со своими и что-то оставляют в избушке. А эти шкодничают, как все поедают и еще с собой накладывают, уносят. Есть такие. Такие это жители подтаежных деревень. Без определенного рода занятий. Бродяжит по тайге, их толкает безделие. А охота – это труд. Для того, чтобы в тайге пережить зиму, нужно заготовить как можно больше дров. Дело это важно. И охотник отдает ему все свое свободное время. В зимовье ставят разные печи. Железные и кирпичные. Кому позволяют габариты, средства и время. У той и другой есть плюсы и минусы. Железная хороша, когда нужно быстро согреться. Но долго тепло она не держит. И нужно постоянно подкладывать дрова. Кирпичная нагревается долго. Но и тепло потом будет отдавать до самого утра. Места для зимовья не бывает случайным. Его строят недалеко от ручьев и речев. Пока их не скоют, льдом мороз черпать. А в воду можно без проблем. Потом приходится долбить. Наличие воды – очень важное и необходимое условие таежной жизни. Где даже банальный чай имеет непередаваемый вкус. Романтика таежного быта для городского жителя привлекательна и соблазнительна даже самим видом заснеженного домика в таежной глуши. Пусть недолго, каких-нибудь несколько дней, но хочется пожить такой жизнью. Дышать свежим воздухом, париться в баньке и закусывать дарами тайги. В баньке попарился, ну и все, а там уже после баньки, там другой раз, как говорят, укради, но выпей. Стопочку пропустил, расслабился, ну и уже и спишь крепше. Ладно, что, завтра рано вставать, покушать надо, да. Спать ложиться. Зима будет долго хранять сон природы. Зимой тайга тиха и безмолвна. Словно лесные обитатели навсегда покинули лес. В морозы, главное убежище в тайге, глубокий снег. Глухари, тетерева и рябчики ночуют в лунках. Они в морозный день стараются быстро, скажем так, отливаться почек и сразу же в снег, потому что холодно, все стараются сохранить тепло. Идешь, смотришь, дырка. Вылета нету. Потихоньку подходишь и лыжами придавливаешь и ловишь. Да ты что? Бывало даже такое, да. И он тебя не слышит, что ли, что ты подошел? Ну, я не знаю, он слышит. Нет, это надо у него спрашивать. Вот он сидел, вот, помет его остался. Вот он ходил, кедрушки, вот смотри, как он делает, как кедрушку хвоей питается, смотрите. Видишь, веточки объедает, как ножом обчеркивает. Вот. Ужинал или завтракал, вот объедал хвою. Сытая птица мороза не боится. Ну, а еще лучше тем, кто зимой спит под снегом до весны. На рябине медведь был, потому что я там в других местах ходил. Ну, помет медведя был, чисто одна рябина уже вот. Даже вот по первому снегу он еще даже на рябине сидел. Это он шел по теплу, вот, потому что отпечаток, вот он, протаянный, прижал, теплый снег, прижал. Это как раз шел снегопад тогда, и он под этот снег ушел в берлогу. Зимой сон бурого медведя очень чуток. По сути, это зимнее оцепенение. То, что медведь лежит в берлоге, это не означает, что охотник, даже едя по следу лося, может случайно не выйти на берлогу. И тут же медведь сразу может и проснуться и выскочить. Поэтому здесь никогда расслабляться нельзя. Всегда надо быть на страже. Тайга есть тайга. Тайга – удел сильных, смелых и умелых. Она не прощает ошибок и каждый год собирают свою дань жизнями охотников. Кто под лед провалится, кто с медведем не поладит. Ситуации случаются разные. Охота – занятие непредсказуемое. Но настоящие охотники не мыслят себя без этого занятия до самых преклонных лет. Заниматься охотой без любви к охоте невозможно. без потребности общения с природой в тайге делать нечего. да и охотником не стать. В тайге нужно родиться, провести в ней большую часть своей жизни, чтобы чувствовать себя в ней, как дома. Это прибивает любовь к природе, от которой отказаться невозможно. потому и встречаются в тайге старики. Я в этих местах 75-го года. Природа, красота. Потом физические нагрузки, как врач, говорю, полезны для здоровья. Ну и потом, как у каждого мужчины, жажда добычи. Ну вы успешный охотник, фартовый. Как вы оцениваете свои способности? Да как на как. Один год так. 16. Другой год один. Ну как удача. Да, следов много, капканчики пустые. Пять штук всего. И что? На этом можно заработать? Ну если это, то почти две пенсии. Охота это и труд, и отдых. Чтобы промысел не превращался в каторгу, а доставлял удовольствие, нужно хорошо знать свое дело. Основная цель тех, кто уходит зимой в тайгу, это, конечно, заработок. Надо получить от охоты немного больше, чем на нее затрачено. Но это не всегда удается. Лес уж если не кормит, то хотя бы подкармливает. Главная добыча, конечно, соболь. Охота на соболя была и остается самым важным источником дохода. Для меня охота на соболя как и заработок, и азарт, и в деревне нет работы. Ну что, хоть какая-то копеечка, что-то заработаешь, поймаешь. Соболь же в хорошей цене сейчас. Удовольствие, конечно, есть. Без леса уже привык к лесу, я уже не могу. Если снег выпал, уже думаешь, надо бежать в лес, что-то добыть. Добыть. Для своих нужд соболь использует разные природные пустоты. Выворотни, дупла старых деревьев, колоды. Свою нору он не прячет. И ее можно обнаружить по следам. Поначалу было следов много, вот по теплу. Первая снега, когда пошли, соболь везде вроде был. Сейчас смотрим, вот только вот старые следы. Бегает одной тропой, второй, и где-то вот может два-три метра быть одна тропка, его любимая. Он по-любому им, вот, либо по какому-то бревну он постоянно ходит, что туда даже не приваду, ничего не надо. Все тропки сбегаются в одну, он по этому месту пробежит, дальше опять разбегается. В основном, да, он низом ходит, а верхом уже, когда его кто-то гонит, либо там, ну, белку там ловит, а так соболь, он же по земле ходит, мышкует. Когда земля покрыта снегом, соболь, учуяв мышь, ныряет в сугроб с такой быстротой, что добыча от него редко уходит. Хорошее чутье позволяет соболю почуять мышь сквозь толщу снега. Мышинное царство соболя гонит голод. Он рыскает по тайге, когда голодный, сытый, он отлеживается в норе. А еще соболь запасает мышей на черный день. На березе расщелина сломал рябинку, как удилище, и давай шурудить в эту расщелину. Что это там вообще, гнездо или что, дупло? И оттуда посыпались мыши. Там три десятка мышей, больше, наверное, даже высыпалась куча мышей. Видимо, она беременна, пузатая получается, и наготовила себе запас, когда окатится, чтобы кормить детенышей. От обилия мышей зависит численность соболя. Он хищник. Живой корм для него основной. Но, чтобы приспособить соболя к изменяющейся среде обитания, природа и эволюция сделала его всеядным. На рябине неплохо он сидит, где вот хороший урожай рябины, там соболя тяжело на приманку ловить. Зимой его присутствие выдают следы. Соболь передвигается по тайге как к обычным шагам, так и прыжками. Во время преследования собакой его прыжки могут настигать двух метров в длину. Далеко не всякая собака годится для охоты на соболя. От нее требуется хорошее чутье, зрение и слух. Она должна быть смелой и легкой на ногу. У многих охотников были такие профессора, которые приносили им немалую прибыль. Но, как правило, выдающиеся собаки случаются лишь один раз за весь охотничий стаж. Привезли мне бочку с Северо-Енисейской, которая сейчас дома в данный момент находится, он уже старый, почти 12 лет к обелю. Он в молодости, ну, шел хорошо у меня он на соболя. Когда, например, точно он не знает примерно, где соболь, на каком дереве, он зубами ломает ветки и прислушивается. Делает щелчок, чтобы какое-то что-то шевеление произошло. Вот таким образом он обнаружил все время соболя. Он уже стал и глуховат, и слеповат. Он все равно бежит, но бежит за соболем. Собака тропит соболя, пока тот не забьется в какую-нибудь коряжину или дупло дерева. И тогда охотник начинает вокруг него колдовать. Взять из дупла соболя, не попортив при этом шкурке, целая наука. Иногда приходится его выкуривать из дупла. Иногда рубить дерево, на суку, которого зависть зверек. Труд охотника не всякому под силу. Настоящий охотник должен обладать отменным здоровьем, неутомимой работоспособностью. Тайга любит сильных. Удача настойчивых. Задача собаки взять след соболя, пройти по нему и загнать зверька на дерево. Задача охотника соболя добыть. От его меткости зависит, чтобы общие труды увенчались успехом. У меня вот нету чисто вот такой жалости к соболю, например. Ты его должен поймать. Это как инстинкт какой-то просыпается в тебе. Ты это расцениваешь как добычу. Интересно все рассчитать, предугадать, предвидеть, переумничать зверь. Ну а если он тебя объегорит, это вызовет лишь досад. Сказать, что у зверя шанс 50 на 50 это неправильно. У зверя шансов 90 процентов, что он останется жив и только 10, что охотник его добудет. Как повезет, то попадется, то не попадется. Бывает даже и 2-3 дня проходишь ничего. Бывает и за день можно 2-3 добыть. Когда как. Ко времени выпадения глубокого снега, когда охота с собаками уже невозможна, охотники ставят капканы или ловушки. Маршрут, на котором они ставятся, называют путиком. Каждый день он ведет охотника по кругу. Утром от зимовья и вечером к нему. Погода, непогода, мороз, не мороз, надо идти настораживать или проверять капканы. Вся работа охотника отчасти и заключается в перемещениях между зимовьями. Избушек много надо сесть, посчитать. Я даже сам уже бывает со счету сбился. Смотря в каком месте тут у нас некоторых путики, где там и по 7 избушек, по 5 там. Чем больше избушек, тем большую территорию может охватить охотник. Избушка позволяет ему в короткие зимние дни уходить и возвращаться по проложенным маршрутом путика. Иногда этот маршрут может быть очень большим, и чтобы все обойти нужны дни, а то и недели. встынущий от мороза тайге, где, кажется, даже воздух замерз. Зимовье это маленький остров тепла и уюта, где находят пристанище все, кто оказался здесь в эту пору. Когда над тайгой опускается ночь, на десерт подается главное блюдо общение. Для того, кому знакомо таежное одиночество, это большой праздник души. Шли с опарником, с охотой, идем уже, ну, завечерили уже, и главное, подходим к избушке, раз, собаки забегали, забегали, смотрим следствие свежесоболя. Ну, есть все, ну, избушка рядом, чем будем отвлекаться. Приходим на избушку с Баженовым, сидим, поели, поесть, сварили, собак нету, 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 нету. Вышли, вроде бы как лают. Уже темно, ночь, зима же, все быстро. Ждали, ждали, 12 часов ночи нету, ну, лают. Пошли, надо собак отзывать, что теперь, фонарики взяли, пошли. Подходим, пень такой здоровенный, я фонарик включаю, а он сидит на пневметр так 15, пень высокий, и глазки горят. Я бах, его все упал. Баженов кинулся этого соболя ловить, собака его укусила, там, крику, собаки орут, ревут, он орет, сука селив на пальцы его. Такой опыт был охоты на соболя с фонариком. Охотник в соболе видит лишь зверька, с которого после добычи он снимет шкурку, обработает и продаст, получив за нее деньги. Раньше цена была фиксированной и устанавливалась государством. Сейчас ее определяют перекупщики и сезонный спрос на мех. Самый дорогой соболь, темный, до черноты. Все вот такого цвета. Темные редко, черные вообще редко попадаются. Сейчас в данный момент, например, соболь идет средняя цена около 5000. Это нормальная цена. Я нигде не заработаю такие деньги. А вот если соболя я добыл, это уже что-то. Техника добычи соболя с годами не изменилась. Изменились охотники. Остались те, кто без промысла жить не может. Тайга их неволя и их свобода, их труд и их отдых. Промысел – дело очень тяжелое, но для них любимое. Без тайги и охоты они просто не представляют свою жизнь. с финансовой точки зрения взять. Как бы охота тоже и на соболе маленько подзаработать. Тоже интерес вот этот, поймать, там, какая-то радость от этого есть, что ты его поймал, там, ну, сидишь, куряешь, в прошлое опять возвращаешься, всю молодость свою вспоминаешь самые такие лихие годы свои, блин. Вот затянуло опять, я не могу остановиться, я возвращаюсь обратно к тому, от чего я ушел. Тут не знаешь, материальное это или духовное, что-то тебе вот это надо. Материальное-то уже потребности такое не стало, ну, а желание еще больше стало жить в лесу. Настоящие охотники стареют, рано или поздно закончится и их век. А с ним и утрата знаний, забвение традиций охотничьей этики, элементарно человеческой порядочности, когда-то составлявшей основу русской охоты. Как было раньше, уже не будет. С уходом от нас настоящих охотников уйдет и целый пласт истории и культуры, которая никогда уже не повторится. И пусть хоть наша память об этой стороне жизни сибиряков не позволит кануть ей в реку времени. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok